В рамках проекта «Час с министром» прошла встреча с выпускниками Приморья. Заместитель председателя правительства, министр образования Приморья Эльвира Шамонова ответила на волнующие их вопросы о государственной итоговой аттестации. Сегодня наш традиционный «Час с министром». И сегодня я надеюсь, что попробую и постараюсь ответить очень полно на все эти вопросы, которые связаны с итоговой аттестацией. Я думаю, сегодня это самая серьезная тема, которая волнует наших выпускников. Многие вопросы касались системы оценки экзаменов и процесса подсчета баллов, обсудили и возможную пересдачу ГИА. Ученики, которые хотели задать интересующие вопросы, но не смогли появиться на встрече физически, присоединились к ней по видеосвязи. По каким министреям рассчитывается внимание здоровых баллов и почему шкала перехода баллов меняется? Мы говорим о том, что единый государственный экзамен – это подвижный механизм, который позволяет проверять знания детей через те задания, которые у нас появляются новые. Поэтому разболовка их, естественно, разная. Вы понимаете, что первую часть, которую проверяет машина – это одна история, вторую часть, которую проверяют вручную – это другая история, и поэтому ежегодно эта разболовка менялась и будет меняться. То есть вот история именно в этом. В завершении мероприятия зампред пожелала ребятам прислушиваться к советам взрослых, но всегда идти своим путем. Пожелание для всех. Не бойтесь делать ошибок. Но только так, чтобы это было ваше решение. Вот ваше решение, которому вы доверяете, ваше решение, которое взвешенное. Кроме того, выпускники поделились своими впечатлениями от сдачи пробных экзаменов. Пробный экзамен действительно дает возможность ощутить вот эту атмосферу. Экзамена, немного волнения перед ним, непосредственно присутствие на нем. Ну и дает такой шанс, то, что ты уже знаешь, чего ожидать в будущем, вот буквально через несколько месяцев. Репетиция такого важного шага в своей жизни, я считаю, что надо проводить почаще. И самое удобное, что ты можешь нагнать тот материал, в котором ты мог ошибиться. Также благодаря пробному экзамену я поняла, сделал ли правильный выбор, когда решала, какой же предмет мне вздавать. Потому что металась между историей и общество знанием. Но благодаря пробным экзаменам я поняла, что все-таки история мне ближе. Также научилась как бланки заполнять, ибо все равно девятый класс никогда с этим не встречалась раньше. Ранее стали известны даты сдачи ГИА. Основной период ЕГЭ пройдет с 23 мая по 1 июля. Сдача ОГЭ с 21 мая по 2 июля. Также были объявлены даты последних звонков и выпускных. Последний звонок 24-25 мая, а выпускные 28 и 29 июня. Олег Завьялов, Диана Иванова. Новости на восьмом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова